астрологи или суперконсультанты в любой своей деятельности. И потом я расскажу про немного погоду звездного неба и чего делать, чего не делать. То есть, да, там у нас сложились такие некие, некоторые фигурки, которые потом, которые могут достроить другие фигурки в вашем гороскопе и, собственно, дать вам или возможности, либо же, ну, какие-то такие осторожности. Вот, поэтому давайте пока, пока не хочу рассказывать про себя, ну, то есть, про свой опыт, да, сейчас мы чуть-чуточку подсоберемся так вот, потому что, ну, конечно, первая консультация – это всегда волнительно, я хочу сказать, что даже сейчас я всегда волнуюсь, я не знаю, кто не волнуется. Ну, волнуемся мы в основном по какому поводу, да, зайдет, не зайдет. То есть, угадал, не угадал, но это из той серии. Угадал, не угадал я, конечно, так в кавычках беру, но, в принципе, это вот из той оперы, почему я сегодня сделала опрос на эту тему, да, что для вас, особенно вот много девочек, которые только становятся на тропу консультирования, то есть вы только-только начинаете и только-только, ну, то есть как-то вот, да, хотите туда вступить, и вам страшно это сделать. То есть это реально так. То есть это, ну, это, наверное, только дураки не боятся, да. Если послушать даже наших актеров, которые вот выходят на сцену, даже они говорят, говорят, мы все равно волнуемся, да. То есть они могут быть там по 20 лет на сцене, но они все равно волнуются. Поэтому каждому человеку, конечно, свойственно волноваться, особенно перед таким важным вот консультированием, да, когда ты человеку вот раскрываешь его весь потенциал, и ты же хочешь принести пользу, и твои консультации должны принести пользу. Поэтому это, конечно, очень важно. Поэтому, девочки, я вас всех приветствую, кто присоединяется только-только, да. Сегодня мы, я, то есть, знаете, наша песня «Хороша» начинает сначала. Я еще раз, да, так вот, еще раз проговорю, о чем мы сегодня поговорим, про страх консультирования. То есть это касается, я думаю, что эта тема будет не только для астрологов, но и для всех специалистов, которые так или иначе связаны, то есть работают с людьми. То есть когда вот есть в астрологии такой, да, темперамент, по темпераменту, когда выбираем мы объекты труда, то есть это человек-человек, когда мы работаем с вами вот напрямую. Соответственно, ну, то есть поговорим о показателях карте, которые это несут, да, то есть кто так у нас, третирует тех людей, которые панически боятся, даже не то чтобы панически, но которые себя истязают, что мало дали, что, ну, вот, наверное, это совсем неправда, там, да. Вот какую-то чушь я сейчас наговорю человеку, и он скажет, ну, вообще, то есть это не про меня, то есть это уже мы с вами сегодня, вы мне написали в ответах, поэтому мы сегодня как раз. И потом я еще обещала, я расскажу про свой опыт консультирования. Привет, Надюша, я расскажу, то есть, да, как я начинала консультировать, что я говорила на консультациях, я вам расскажу, поделюсь, то есть, да, чтобы, ну, было как-то так поинтереснее. И я расскажу про тренды звездного неба, что сейчас происходит на этой ближайшей неделе, то есть я расскажу там по, я думаю, вы все уже свою карту знаете наизусть, вы знаете, где какие показатели находятся, и, собственно, я расскажу, то есть, да, кому чего там может прилететь, вот таким образом. Поэтому, ну что, давайте, наверное, начнем с того, что особенно, да, какие показатели в карте особенно говорят о том, что я боюсь, я мало дал, то есть, я недостаточно много знаю, чтобы взять на себя такую ответственность, как консультирование, то есть, или, например, начинается сравнивание себя там уже с великими гуру, с великими людьми, с великими теми, ну, там, какими-то, да, для вас авторитетами, какими-то гуру или там со своим учителем, наверное, ой, да ну, куда там мне, я там еще уж вообще, куда мне там консультировать. Вот, поэтому все вот эти показатели, которые нас убивают, то есть, это, конечно, сдерживающие факторы, это социальные планеты, которые могут влиять на ядро личности. Сейчас вот немножечко такой, да, для людей, которые не астрологи, такой какой-то, ну, такой язык непонятный, вот, ну, я скажу, я думаю, вы знаете, здравствуйте, девочки. То есть, если на ядро личности это асцендент, солнце, луна, то есть, управитель асцендента, да, то есть, или диспозиторы этих солнца и луны и, соответственно, управителя первого дома влияют, Сатурн влияет, Юпитер, там еще плутончик может затесаться, да. Вот в основном, как я заметила, то есть, да, я не берусь, то есть, я берусь своего опыта. То есть, я вам сейчас делюсь своим опытом, что я слышу от своих коллег, что я слышу от тех людей, которых я знаю, что я наблюдаю, в принципе, тоже там изучаю, да, астрологию, исследую ее. Вот если есть, какое маломальское, вот, воздействие этих планет, да, то есть, Юпитер, Сатурн, плутончик еще тоже любит так, но вот особенно социальные планеты, они есть социальные, да, я хочу состояться, я хочу в девятый, в десятый дом, то есть, вот если они имеют негативное влияние, то, ну, там, на 100% практически это человек, который будет, ну, постоянно вот так, я, наверное, недостаточно хорош, я мало знаю, я мало дал, то есть, у меня есть такой аспект, то есть, у меня, и плюс еще к тому же, если у женщины на ее личные планеты, особенно на Луну, воздействуют эти планеты социальные, или высшие планеты, но особенно социальные, то для женщины очень важно состояться именно в социальной, профессиональной жизни, поэтому, дорогие астрологи, консультанты, я, у меня, в принципе, здесь собрались уже люди, которые много практикуют, я просто вижу это по вашим ответам, я, то есть, по комментариям, которые вы даете в квестах, да, в моих, поэтому я думаю, что вы понимаете, о чем речь, то есть, ну, если не знаете, хорошо, если знаете, хорошо, если не знаете, то я вот сделала открытие, когда я веду потом обратную связь, беру своих клиентов, то, соответственно, я вижу, что если на Луну женщины, ну, на Солнце в меньшей степени, на Луну особенно, имеет или на управитель гороскопа, или на его диспозитор, вот влияние социальной планеты для женщины очень важно состояться в этой жизни, для нее очень важно заявить о себе, то есть, и поэтому, какая рекомендация, да, обязательно в каком-то деле, то есть, в каком-то деле развиваться, потому что это не кастрюльки, это не дети, это не семья в таком классическом понимании, когда она домохозяйка и сидит, вот когда у женщины такая карта, и ее, например, посадил, да, она сказал, нет, ты не будешь работать, ну, с большой долей вероятностью, что женщина просто зачахнет, ну, потому что не ее, это потребность эмоциональная, да, мы знаем подсознательные программы, наше комфортное состояние отражает Луна в карте, вот, четвертый дом, то есть, соответственно, мы понимаем, что с такими положениями людям нужно реализоваться, реализоваться, то есть, ну, уже и про женщин, да, мы сейчас, потому что наша аудитория и моя аудитория – это женщины, поэтому про женщин, ну, и давайте, то есть, да, поэтому я не буду долго сейчас вам рассказывать про, то есть, вот эти вот все взаимосвязи, Сатурн там как влияет, вы это, в принципе, все знаете, да, вы знаете, если, например, человек асцендент к азероге, то это тоже будет как один из показателей того, что человек, перфекционист, человек, то есть, будет думать, что, ой, ну, надо, чтобы же все было под линейку, да, надо же, чтобы все было ровненько, надо, чтобы вообще алмаз превратить в бриллиант, только потом пустить себя в ход, то есть, ну, как правило, уже все коучи, да, все мотиваторы говорят о том, что если ты не будешь пробовать, если ты не будешь практиковаться, то ничего не получится, поэтому, девочки, ну, то есть, синдром самозванца лечится исключительно, особенно, если он действует на Луну, Сатурн особенно, там, или Юпитер, то только осознанностью, да, по-другому никак, то есть, ты понимаешь, что тебе нужно сделать, ты перебарываешь страх и идешь в этот страх, по-другому никак, у меня, я обладатель квадрата Луна Сатурн, я долго не могла понять, вот я про себя, да, рассказываю, почему я все время там, ну, себя изничтожаю, ну, плюс там еще и плутониальница, и, то есть, я всегда себя, то есть, ну, нет, ну, мало я дала, наверное, на консультации, очень мало информации, сейчас расскажу, какую информацию я давала на первых своих консультациях, то есть, как я готовилась, то есть, ну, есть, я думаю, вам будет интересно, и вы, может быть, где-то даже узнаете себя, то есть, поэтому, вот, мне всегда казалось, что, ну, вот, знаете, это когда нагрузить нужно, да, то есть, нагрузил, и что, пошел человек, аж дым из ушей пошел от информации, он уже такой, знаете, как это, мультик, помните, когда до продоброго эх, да, когда он, какая блоха, какой тлуп, когда этот ему заморочил голову, и он от обилия информации просто уже взлетел в космос, вот, поэтому, девочки, иногда слишком много информации на консультации, это тоже плохо, это тоже плохо, потому что самое главное в консультировании, это потом приходит уже с опытом, когда вы видите основные моменты в карте, не все элементы в карте работают на ура, нужно выделять основные каналы, этому я, конечно, учу своих девочек уже с первых лекций, там, да, когда там пройдем мы самые основные моменты, я уже даю первый алгоритм, там, на первой ступени, на что обращать внимание, вот эти самые хитрости, самые тонкости, то есть, когда я училась на первой, в первой школе в свои два года, два года очно, девочки, вот, честно скажу, нас там такому не учили, то есть, это уже во втором своем образовании астрологическом, там уже я наверстывала упущенного, и я просто, знаете, с таким сожалением, что, ну, почему же эту информацию я не увидела, там, да, например, не получила с самого начала, вот, потому что мое бы консультирование, мои консультации вообще бы были вау, то есть, они были бы вообще такой эффект имели, ну, там, прям заоблачный, рассказываю, да, как я делала первые свои консультации, то есть, что я делала, вот, чтобы вы не думали, что вы там как-то мало дадите человеку, да, поймите, то есть, если это нам кажется, когда мы все изучили, вот это, да, то есть, даже хотя бы просто первую основу натальной астрологии, то есть, мы уже, в принципе, понимаем, что за что отвечает там, что там, что там, человек, который в астрологии вообще ничего, он на это смотрит вот такими круглыми глазами и удивляется каждому вашему слову, поверьте, даже если вы скажете ему 20-30% информации, вот, как вам кажется, да, для него это уже будет много, потому что, когда вываливается на него 12 домов, 12 сфер, ну, то есть, понимаете, да, плюс 10 планет, плюс там еще аспекты, вот, просто представьте, да, что происходит с человеком, который не понимает вообще ничего, самое еще, конечно, такое искусство, когда консультация подается вообще без применения астрологических терминов, но к этому, ну, как, нужно стремиться, да, но сначала не всегда это получается, поэтому честно просто нужно говорить, ну, то есть, вы как будто бы медик, как будто бы медик, который там может каких-нибудь, какие-нибудь там сказать, да, на своей консультации, например, он там скажет какой-нибудь диагноз или напишет в рецепте, но потом он вам обязательно это расшифрует, то есть, если вам так удобнее, то есть, поначалу, да, поначалу просто можно предупредить клиента, вы там для связки слов, если что, я буду там как-то применять астрологический термин, но я вам обязательно это расшифрую, да, потому что иногда вам как бы для связки слов, для некой опоры, вам, конечно, хорошо опираться на эти символы, да, которые вам понятны, клиенты непонятны, но вы все равно расшифруете, но тем самым вы его удивите, они скажут, ничего себе, как там он вам может вот это вот на все, как это вообще можно разобрать, да, и как это вообще, когда вы только пришли в астрологию, Ну вспоминайте, то есть как вы на это все смотрели, то есть вы думали, что боже мой, в этом вообще невозможно забраться, да, то есть это просто какой-то темный лес, какие-то планетки, какие-то значки, дома, какие-то еще вот это вот, ну это просто афериды, когда откроете, там вообще сплошь какие-то циферки, то есть вы понимаете, что это что, что это, что это, это очень страшно, вот так вот и люди. Поэтому рассказываю в моей первой консультации, то есть да, как я их проводила, у меня уже объясняют, да, первая моя астрологическая школа, она не научила меня выделять главное в карте, то есть я начинала вот прям солнце в таком-то доме, ну то есть это как-то вот так вот у меня происходило, то есть я описывала каждую планету, ну то, что я выучила на лекциях, да, то есть я описывала каждую планету, я описывала в каком она доме стоит, что это обозначает, аспекты, ну так, поскольку постольку, потому что в первой школе аспектов, вот мои астрологические аспекты, мы знали, ну вот как-то вот знаете, синтезировать вот эти вот хитросплетения, потому что на самом деле аспект это, ну вот как по мне, это довольно-таки сложно, самое сложное в астрологии, раздеть его, одеть, синтезировать, поэтому вот этому у нас, меня в первой школе не научили, ну и собственно я как могла, так и говорила, то есть что уходило еще в мою консультацию, то есть ну понимаете, да, то есть если здесь есть астрологи, То есть человек берет астрологическую, то есть натальную карту, расписывает все там планетки, где там чего. То есть эта планетка вот эта, а вот эта вот, то естественно конспекты вот здесь, куча книг еще. Поэтому кто себя узнал, поставьте плюсики. Поставьте плюсики, девочки, если вы первые консультации проводили с лекциями, вот так вот. Если вы проводили там кучу, а потом еще книг купленных, которые вам посоветовал астролог или вы сами нашли. То есть соответственно получалась вот такая вот простыня. Я всегда конспектирую К-3 в Козероге, поэтому я понимаю, почему я теперь конспектирую это все. То есть я все это вот так под линейку, то есть все это расписала там, написала, аспекты какие там. Ну то, что нам в школе дали, знакомо, вот то же самое. Вот, то есть все эти аспекты, которые в принципе мне понятны были, я расписала. Ну и все, да, то есть дальше, девочки, слушайте, что у меня входило в консультирование. Единственное, что я благодарна первому учителю, то что она хорошо нам дала ректификацию. То есть да, там такие секретики всякие. Ну и то, а с остальным секретиком такая очень-очень база, такая как чего искать, как чего высчитывать. И потом ты уже сам пошел. То есть формул событий практически мы не изучали, это уже я нарабатывала своим каким-то экспертным путем, практическим потом с другим, то есть куча книг. Ну то есть вы понимаете, если у астролога, например, как-то ему так повезло, человек, он попал уже в хорошую школу, да, когда астролог прям учит самых азов уже вот это все синтезировать, выделять главное в карте, а не полностью человеку выдавать там все трактовки, да, все планеты. У вас планета, поэтому у вас вот так, у вас вот эта планета, поэтому вот так. Сейчас, конечно, я когда смотрю на свои консультации в 2013 году и сейчас, я, у меня есть какой-то план. Напишите, пожалуйста, поставьте два плюсика, а у кого есть план консультации, когда вы к ней приступаете? У кого есть план? Пусть это будет даже, если даже не астрологи у меня, да, просто вот, может, коучи, может быть, тарологи, нет, там все идет вот так вот по Нептуну без плана. Чем мне нравится? Нептун ликует с прошлой жизни принесенный, ликует, когда вот так вот все не по плану. Вот, поэтому у меня есть план, да, в любом случае, то есть какой-то вот такой заготованный, по которому я вот, ну то есть веду консультацию, но вот очень часто так происходит, потому что вы знаете, в карте все друг за дружку цепляется, да, и когда ты, например, трактуешь, и тебе бах, с космоса там уран по башке дал, и какую-то мысль тебе умную, даже ту, которую ты, например, не планировал сказать, да, она вот только что тебе спустилась с небес, и что делать? Я это говорю клиенту, то есть я предупреждаю на консультациях, что мы можем с вами немножечко отклониться с пути, но это лишь для того, чтобы я вам выдала по максимуму информацию, очень ценную, которую я считаю, что если она прилетела, да, то она, значит, вам нужна. Поэтому план, да, план, то есть такой есть, но, то есть иногда, иногда уран шалит, и он, конечно, все это дело немножко в другую сторону поворачивает. Так вот, то есть моя консультация, то есть понимаете, да, то есть человек нагружается информацией про все планеты в его карте, про дома, то есть я ему начинаю рассказывать. Вот смотрите, вот это, вот это ваша натальная карта, поток немтунианская, да, 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 отлично. То есть, ну вот я вам просто делюсь своим опытом, да, вот, да, интерпретация планет, да, 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 и синтез, это очень сложно, то есть, ну вот как-то, вы знаете, чтобы вот раздеть, одеть, то есть учесть дома, то есть событийность нашей психологии, да, вот аспект, он как, он и в психологии отражается, он отражается у нас на событийном сценарии, он иногда показывает у нас, как персоны взаимодействуют, то есть у нас в гороскопе, да, психотипы, ну то есть очень много. Ну так вот, то есть приходит, приходит ко мне человек, у меня консультации были все очные, то есть в Ростове-на-Дону здесь приходит человек, я ему показываю, вот смотрите, вот это ваша карта. Я ему прямо вот с восторгом рассказываю, потому что я увлечена была, я очень, знаете, я бежала на обучение, то есть меня настолько захватило, что у меня был сын, я это и писала в постах, у меня сын, по-моему, второклассник был, или третиклассник, то есть меня не останавливало, я успевала все и готовить, и работать, то есть, ну и домашку делать по астрологии, поэтому, девочки, когда мы хотим, мы на все способны, то есть я училась два раза в неделю после работы, у меня не было машины, автомобиля, я там рученьками своими, вот, да, с конкретным запросом Аня соглашусь, так гораздо легче, то есть девочки с определенными запросами, ну тут я вас уже, да, как немного такой маркетолог проведу, у меня очень хорошо получается, вот такие вещи иногда, то есть какие-то, потому что, да, желательно спрашивать у клиента запрос, не просто расскажите про меня, ну и сейчас я вам расскажу, вот я вам расскажу, то есть, да, я вот эту карту показываю человеку, вот это вот 12 домов, вот это вот, это ваши сферы жизни, то есть, ну, представляете, да, ты человека, я уже загружаю, я ему начинаю уже курс, краткий курс натальной астрологии, то есть я ему уже рассказываю, вот это дом, это обращает, вот это вот, о, это вот это, это вот это, Я сейчас вспоминаю просто бедные люди, которые приходили ко мне на консультацию, ну, чтобы вы не думали, да, что все такие сразу-раз, все-таки консультанты, прям супер плюс. Я даже и сейчас, конечно, ну, вот у меня просто, есть всегда, знаете, вот мне кажется, что вот я у меня, я чего-то еще какой-то секрет не раскрыла, чтобы вообще был эффект вау, то есть, да, чтобы прям вот раз и все. Но дальше, в общем, мой человек, да, мой испытуемый, подопечный, вот это выслушивает про вот-вот, ну, собственно, вот этот весь сценарий, прослушивает натальный, краткий курс натальной астрологии, про свои 12 сфер, и я начинаю ему там уже рассказывать, то есть, вот солнце, вот смотрите, у вас в этом доме, поэтому вот так, а вот это вот так, то есть, у вас брак, то есть, у тебя там же еще немножко событийности, то есть, не только астропсихологию, да, а вот муж у вас, вот сосед, скорее всего, да, вот вы его там нашли, ну, то есть, вот таким образом происходила консультация, то есть, ну, там, какой-то астрологический патент, какие-то закономерности жизни, там, домарную цепочку, там, ну, все такое прочее. Далее, девочки, что еще? Мы что еще обучались еще и прогностической астрологии, дальше я делала соляр, ну, прям такой соляр, у меня, я приходила на консультацию, вот со стопкой прям просто, вот распечатанных, там, двойных карт соляров, одинарных, прогрессия у меня была, то есть, ну, по прогрессии, что там, да, там, эмоциональный портрет, что у вас какой год, вот, смотрите, то есть, у вас там меняется, вот, собственно, солярчик, да, что у вас вот это, вот это, вот то, вот то, то есть, ну, консультация, короче говоря, я думаю, моим клиентам очень не нравилось, потому что они еще и прогноз получали, ну, прогноз постольку, да, поскольку я там только начинала, но, в принципе, люди, которые ко мне в первый раз пришли на консультацию, они потом за прогнозами приходили ко мне и в дальнейшем, поэтому, ну, наверное, значит, им что-то нравилось, поэтому, девочки, если, а, ну, еще, вот, кстати, там же еще транзиты были, помимо соляра, еще транзиты, но транзиты, честно скажу, да, то есть, я, были вот эти вот, опять-таки, же книги по транзитным, были какие-то заготовки уже в самой программе, то есть, и ты, так как, ну, как-то ты еще не использовал управление, вот это планета, это, и там вот это произойдет, да, вот, потому что по технике вот именно транзитного такого прогнозирования я уже узнала потом от Дорогана, покупала, то есть, покупала уже книги, и там я уже сама доходила, потом я ездила к Дорогану на интенсив, где я думала, я, когда его, ну, послушала интенсив, по профориентации, я писала вот так, то есть, это был интенсив просто, знаете, каллиграфический почерк, который разбираю до сих пор, ну, лекция, представьте, да, и он еще очень быстро говорит, и все девочки хотят задать какие-то свои вопросы, вот, и, собственно, я тогда вышла, думаю, блин, вообще ничего не поняла, то есть, хотя я уже выучилась, да, я вообще ничего не понимаю, думаю, из этого, вот, и только когда я уже стала углубляться, я сейчас поднимаю периодически там, да, лекции, смотрю, блин, ну, вот же, все понятно, мне сейчас-то уже все понятно, что он хотелось сказать, а тогда пишешь, пишешь, что пишешь, иногда не понимаешь. Сколько времени от начала обучения плавно консультировать? Ну, первыми моими подопечными были мои коллеги, были мои коллеги, были мои друзья, то есть, все в окружении, ну, вот, коллеги, у меня большая компания, соответственно, вот они все, и подруга моя, вот, которая тоже, ну, она или меня слушает, или, может, она уже ушла, ей домой надо идти по дороге, неудобно, наверное, слушать, вот, и, собственно, то есть, мы с ней там какие-то моменты переживали, и, в принципе, уже на том уровне даже те, то, что я ей говорила, оно реально, ну, то есть, как-то сбывалось тогда, да, то есть, мы с ней вот так вот, говоришь, слушай, ну, потерпи, вот, сейчас закончится, то есть, период, она, хорошо, потерплю, то есть, ну, реально, когда я говорила, что закончится, оно так и случалось, вот, поэтому, вот, такой опыт консультировать платный я начала с 14-го года, прям, потому, и это благодаря, опять-таки, же моей вот подруге, потому, что у нее, то есть, я уже писала где-то, да, что мои первые клиенты, это медики, ну, девочки, у меня кармические узлы, на оси рыбы-дева, наверное, думаю, не случайно, да, то есть, они у меня, вот, кармические мои такие, вот, очень много у меня было медиков, причем очень таких статусных, я теперь с ужасом думала, боже мой, какую я там, как я их загружала, то есть, да, сейчас, конечно, так, консультации были немного другого уровня, но тогда не слушали меня прямо уж вообще, вот, и, то есть, моя подруга пришла, то есть, мой первый, да, моя первая консультация, если я расскажу про нее немножечко, то есть, моя подруга пришла, поделилась, да, у меня там есть моя кума, вот, она там вообще астрология, а, собственно, у ее мамы знакомая, которая, ну, прям вообще, она любит всю эту эзотерику, то есть, знаете, люди, которые увлечены всеми этими, вот, предсказаниями, что-то там астрология, торология, то есть, все вот это вот, вот, собственно, ну, класс, класс, то есть, я подготовилась, то есть, я подготовилась, я подготовилась, то есть, опять же, все прогнозы, там, туда-сюда, вот, и пришла, да, и консультация моя первая с прогнозированием, по-моему, я еще и делала, и ее сыну еще стоило полторы тысячи рублей, но, в принципе, ну, как бы так неплохо, но мой куспик второго дома, он и говорит, что, то есть, начинай уже так это, да, не с 500 рублей, уже давай так побольше, вот, поэтому, в четырнадцатом году это было полторы тысячи рублей, то есть, вот, таким образом, поэтому, потом у меня пошли там сарафан какой-то и все остальное прочее, хочу вам сказать, да, про страх, про свой, вот, первоначальный, что, что самое интересное, что самое примечательное, что я заметила за собой, и хочу с вами поделиться, что первой консультацией на самом-то деле мне было даже не очень страшно почему-то, то есть, я была до такой степени уверена, что, ого-го, я же вообще уже профессионал, и, может быть, у некоторых новичков такое бывает, то есть, да, когда ты думаешь, ну, сейчас я там, сейчас я, вот у меня, вот, ну, не знаю, да, знаете, как у меня было, почему-то возникало у меня, скажем так, возникало, не со всеми мне было страшно, вот не со всеми, то есть, были клиенты, которые, вот, статусные, да, например, либо же с выраженным козерогом, потому что у меня Луна, квадрат Сатурн, и я уже заметила асцендентные козероги, то есть, или у кого выраженный козерог, то есть, я прям, вот, даже когда мне человек обращается, у меня прям начинается какой-то ступор, то есть, и, ну, вот, это, понимаете, это, когда есть вот этот аспект, и вот эта энергия, да, она начинает в тебе, вот этот твой подсознательный страх какой-то, и вот синдром самозванца, синдром отличника, начинает вот в тебе эти энергии, ну, как бы колбасить, потому что поднимать на поверхность, то есть, с некоторыми людьми, то есть, которые обращаются вообще легко, то есть, и карты раньше очень интересно своим опытом поделюсь, сегодня я одна болтаю, мне очень приятно, если вы будете, да, там, вопросики спрашивать какие-то, потому что, мне кажется, интересно, когда люди делятся своим опытом консультирования, наверное, кто-то, может, кто-то, ну, скажем, не хочет об этом говорить, да, стесняется, там, чтобы не показаться, что, ну, вот как-то, знаете, что я вот такой был несмышленый, что, ну, все мы были когда-то, начинали, поэтому я думаю, чем больше люди будут делиться своими наработками, чем больше мы будем делиться друг с дружкой, что, да, мы все боимся, мы все не идеальны, мы все начинали вот с таких каких-то, да, смешных иногда консультаций, но практика, практика, она доводит, и, скажем, повышение профессионализма, она доводит вашу консультацию, ну, скажем так, ну, практически до идеала, да, до идеала невозможно, каждый все равно, астролог, когда рассматривает карту, он все равно видит что-то свое, и я уже сделала вывод такой, что вы приходите, даже если меня смотрят не астрологи, а те люди, которые просто хотят прийти к астрологу, если вы выбрали этого астролога, я не беру, там, консультации, когда вам не повезло, да, то есть если вы долго присматриваетесь к астрологу, если вам его подача или другой специалист как-то, ну, вот, импонирует, и вы его выбрали, значит, это ваш человек, и он вам скажет какую-то ту информацию, которую вам нужно услышать, именно этот человек, потому что все эти люди, которые связаны с эзотерикой, да, я такой человек, знаете, логик, я вот, эти грегоры там все говорят, но верно, это что-то есть, вот, но, ну, то есть мы ретрансляторы, да, мы такие проводники, люди, помогающие в профессии, мы рассказываем, мы подсказываем, то есть и, возможно, как вот бывает, да, немножко отхожу уже, Нептун меня уводит, то есть как бывает, например, у вас есть какой-то ответ на вопрос, и, то есть это у вас мысль крутится, крутится в голове, и я думаю, что у большинства из вас есть такой случай, когда вам раз, какая-то попадается статья, пост какой-то, да, там, я не знаю, раньше это был даже какой-то, вы едете баннер, например, напишите плюсики, было такое вот у вас, то есть вот поставьте плюсики, да, у кого было, может, напишите какие-то интересные случаи, то есть получается, что у вас есть ответ какой-то запрос во вселенную, да, вот, наш мир, что, ну, вот, что-то мне нужно получить какой-то ответ, и бах, вы открываете там фраза, просто фраза какая-то, или вы слушаете радио, вы смотрите телевизор, какая-то фраза, и вы такие, вау, вот, это же вот то самое, мне то, что нужно сейчас услышать, точно так же астрологи, вот, регулярно, ну, Аня, там связь с космосом у вас отлично работает, поэтому я не удивлюсь, если знание есть, поэтому, собственно, это вот таким образом, да, это вот таким образом работает, если вы пришли к человеку, значит, он, вы пришли к этому учителю, и, значит, это ваш учитель, да, значит, он принесет вам то, что, то, что вам нужно, но нет предела совершенству, и, конечно, нужно совершенствоваться всегда, вот, поэтому, в общем, первая консультация, первые консультации вот такие у меня были, и я же говорю, у меня, то есть, знаете, такая эйфория, когда человек, вот, ты рассказываешь, вот, да, ну, слава Богу, практически в основной такой, да, в основном таком, мне попадались очень такие люди, которые, вот, интересующиеся, любознательные, которые, вот, смотрели вот на это все, знаете, вот, вот прям, ну, вот, прям, вот, замирание, и, конечно, ты такой выходил весь, кто молодец, я молодец, да, такой довольный, такой счастливый, что, да, это все зашло, там, ты вообще прям, привет, Аня, прям все отлично, но, ну, не все, что так гладко под луной, да, должен же быть где-то там какой-нибудь икраигольный камень, и у меня была консультация, я не помню, помню, может быть, где-то рассказывала, то есть, одна консультация, ко мне пришла девушка, я подготовилась, все, то есть, давай, опять же, свою простыню достала, то есть, девушка молодая была, вот, она хотела узнать, когда она выйдет замуж, то есть, она хотела узнать время, она хотела узнать место, ну, я думаю, что имя жениха, вот, ну, по суде по тому, как это все потом пошло, я, значит, рассказываю, рассказываю, ну, как обычно, вот, ну, и, собственно, наверное, на половине консультации девушка, ну, в принципе, с другой стороны, это честно было, она говорит, вы знаете, мне ваша консультация не понравилась, и вообще она мне не подошла, то есть, ну, мне не нравится, ну, вы представляете, да, для молодого начинающего специалиста, то есть, услышать такие речи, ну, это был провал, это была фиаско, ну, я, почему, что, ну, вот, понимаете, вот вы говорите, да, мне нужно, чтобы вы сказали, когда я выйду замуж, конкретно, конкретно, когда я выйду замуж, вот, то есть, я говорю, ну, Наталья на астрологии, она и событий, она может вам подсказать период, там, я могу потом дома, да, у меня тут еще не было, там, ноутбука, вот, когда, я сейчас отвечу на этот вопрос, я боюсь такого, не надо этого бояться, то есть, нужно договариваться сразу на берегу, да, я сейчас, как ваш личный коуч, так я сейчас буду вас учить, как надо делать, ну, это, это опыт, это опыт, меня, конечно, эта история, я сейчас расскажу ее, меня эта история, конечно, выбила из колеи надолго, я долго не могла притронуться вообще, да, кому-то браться, потому что, ну, это был провал, ну, понимаете, да, то есть, тут я только взлетела наверх, все такие довольные, даже врачи именитые, гастроэнтерологи, кстати, девочки, вот что интересно, у меня узел в Деве, северный, в 11 доме, первый мой клиент был гастроэнтеролог, да, фото будущего мужа обязательно, да, 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 волшебные таблетки, эта девушка, по-моему, до сих пор не замужем, вот, поэтому, ну, в общем, как-то так, потому что она ищет готовые решения, чтобы уже, астролог, астролог ей, могу еще опыт свой про тарологов рассказать, если хотите, напишите мне единички, ну, то есть, расскажу, если нет, мы там продолжим, да, вот, и, значит, потеряла мысль, ну, в общем, да, провал, то есть, провал, фиаско, и девушка говорит, а вы знаете, вот, в общем, она, жатко двери, все нужно быть уверенным, да, 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 в себе нужно быть уверенным, но синдромы самозванца, вот это никто не отменял, приходит это только с опытом, с опытом, и то, иногда после сорока, потому что в купальнике, да, вообще было бы, да, и где мы загораем на, на Мальдивах, то есть, сразу уже фотографию, где я с мужем, и на Мальдивах, я думаю, лучше Доминика, ну, там где-то вот, да, вот, и на Виле какой-нибудь, ну, причем фотографию девушки были как раз-таки, да, где-то там с этих берегов таких теплых, ну, так дальше, да, то есть, почему, почему ей не понравилось, то есть, и она, то есть, я говорю, ну, подождите, ну, я такого не знаю в астрологии, чтобы так говорили, а она говорит, вы знаете, моей соседке, моей соседке, ну, не соседке, подружке, вот, астролог, она прям сказала, прям вот даже время и день, когда ее обворуют, и когда, случится воровство какое-то, и когда она выйдет замуж, вот, ну, то есть, и все, и она ушла, то есть, она, ну, деньги я брала потом уже, да, то есть, не предоплату какую-то, даже не немножко, ничего, вот, ну, вот, вот так, вот, вот так, то есть, и все, то есть, и на какое-то время, соответственно, я, ну, как-то вот забросила это дело, я перестала браться с заказа, то есть, потому что, ну, блин, провал, вот, есть, то есть, есть, еще есть кто говорит что это все не про меня до школы это это да водолеи водолей донь и отрицатели то есть и скорпионы да есть на то есть у кого выделен канал то есть дано нишкотически сейчас расскажу про здравствуйте сейчас расскажу про скорпионов то есть у меня была консультация с инцидентным с таким вот выражим то есть как-то проходило вот медики-подруги медицина полным полна голова с 35 лет я только после 30 поняла что я хотела бы быть именно врачом-медиком то есть но уже было поздно там у меня есть аспект хирурга но такой слабовастенький но я думаю ничего страшного выделенный восьмой дом то есть я бы она чикала уже ну так прям потому что мне по жизни всегда приходится ухаживать всегда приходится быть в медицине начале авария с мамой была я то есть до ухаживала за ней я уж там на все таблетки теперь у меня собака такая попалась что она с 8 лет начала слепнуть этой истории уже знают все наверно мне кажется даже в интернет пространстве то есть сейчас до сих пор я ее лечу то есть ну так вот ну так вот и собственно да я потом немножко подзабросила консультирование для меня это вот произвело я хочу вас ну такое предубеждение да ни в коем случае не опускайте руки после такого только сейчас я понимаю что есть вероятность того что эту девушку подружку да например у нее уже был какой-то парень ну предположим это я просто сейчас уже так строю да какие-то умозаключения был уже парень например и он и она обратилась скорее всего к хоррорному астрологу от хоррорная астрология на принципе может практически там единицы времени как-то посчитать да что вот например вот вот в такой-то день ты выйдешь замуж например да вот ну или он там сделаете предложение и вот приблизительно через два месяца у вас остается свадьба я допускаю но чтобы вот таких вот моментов скорее всего девушка просто ну хотела как-то мне сказать что я не буду там да например оплачивать ваши услуги потому что ну вот и такие доводы привела но не суть в общем но я хочу вам сказать что ни в коем случае привет привет девочка ни в коем случае после таких моментов не бросайте не бросайте астрологию почему не бросайте консультировать потому что ну я просто вот вижу я чувствую вот те люди когда да 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 вот всю семью вот и я тоже самое потому что есть люди и вы уже все знаете принципе мы уже все подготовлены интернет пространство новые вот и все эти тех ну как скажем да новая психология нас учит что нет волшебной таблетки человек должен сам то есть творец своей да 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 предоплата хотя бы часть то есть сам должен творить то есть мы в чек проводник он подскажет наилучшие для вас выхода варианта но если человек сам ничего не будет делать то есть ну то ничего не случится это да девушка будет сидеть предположим сидеть дома когда я выйду замуж она будет сидеть дома никуда не ходить то есть и работать женском коллективе ни с кем там не встречаться то есть когда я выйду замуж ну хочется спросить да никогда если только какой-то там очень-очень такой я не знаю случай какой-то предвидится если ну в общем не про это сегодня вот поэтому для молодых не бойтесь для молодых астрологов которые боятся которые там всего если там какой-то опыт и на самом деле вот у меня такой опыт да вот когда вы прям сказали что нет есть еще хотела вот я вас спрашивала да как формат консультации то есть формат консультации вот у меня формат консультации сразу пошел глаза в глаза то есть и конечно это ну вот я же вам говорю что с какими-то людьми мне вообще прям легко я сейчас думаю удивлю вот и один раз ко мне пришел человек и женщина уже взрослая вот многим как взрослая то есть старше меня прям мне показалось что думаю опять ответственность такая прям вот вообще его значит консультация обычно же как люди когда ты все равно видишь по по лицу какие-то эмоции то есть человек сидит вот так вот и хитро улыбается то есть я же говорю обычно же как ты говоришь что-то да и человек ну я например вот так вот я обычно я обычно я даже когда телефон смотрю сын мне говорит мочу там махаешь ну там я разговариваю с телефоном например там ну вот как-то так у меня это происходит с телевизором там лиц и книгу читаю там ну там я могу да ну да вот он прав там там что происходит ну вот в таком ключе все ну и собственно то есть люди которые очень эмоциональные да вот как-то вот так рассказывают это все там уже эфир почти заканчивает час девочки я договорю допустили до микрофона меня сейчас я вам всю информацию все пароли явки сдам вот и вот она сидела так консультацию знаете вот она так хитро улыбалась и она непонятно было то ли да то ли нет то есть соответственно вот я и рассказываю то она была ярко выделенной то есть асцендентный скорпион плюс там планетки в скорпионе то есть и потом когда уже консультация закончилась собственно ну да вот это так вот это так вот это так то есть это вот как раз таки вот как выше комментарии скорпионы они вот то есть проверяющие я сама там даст скорпионская но у меня скажем нем как мама говорит у тебя вода в одном месте не держится вот у меня воздушный меркурий поэтому я ну то есть раньше выдавала всю информацию ну то есть консультируем консультанту ну что просто вот да я все расскажу так ну пожалуйста мне уже просто не не надо больше я сама уже все себе сразу рассказала да про всю свою ситуацию вот то есть что там уже смотреть поэтому здесь такие люди кстати для астрологов сейчас информация что заметила да для себя мы когда смотрим канал меркурия канал то говорить не кто как говорит кто как слушает кто как воспринимает информацию мы принципе смотрим третий дом да там меркурий вот ну вот когда скажем вот вы смотрите например карту да и вы думаете как же этот человек будет будет он с вами разговаривать да и как он эмоционально будет реагировать на это все то есть но в основном говорят что смотрите меркурий но не тут то было то есть до посматривать посмотрите еще и на луну потому что у меня было две девушки с идентичными картами девочки просто синдетичными и даже имена одинаково это я как-то проводила вебинар 5 секретов астрологии я там прямо рассказывала про них то есть их звали одинаково карты ну можно сказать как близнецы и единственное у них была разница в лунах то есть луна у одной была в овне и имела квадрат от марса у другой была в рыбах ну то есть я думаю что вам не надо объяснять да какая девушка мне дала обратную связь от просто я ее даже не спрашивала то есть она она выпуливала мне просто по каждому моему там да то есть и начина influence на да 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 вот 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 запишите вот это вот вот точно вот как вы говорите на то есть это будет это очень легко для астролога очень легко потому что потом когда вы ну как я иногда делаю сейчас конечно ну жалею что я не надо непишу вот то есть когда я тогда Да, знаете, вот было много-много таких оффлайновских консультаций, когда ты приходишь, например, и записывал, да, например, ага, вот это вот положение вот так проигрывается, вот это вот так проигрывается. То есть потому что сейчас люди очень любят аудиоформаты и дают очень малую обратную связь. И для астролога-исследователя это очень печально, потому что ты не получаешь, то есть человек говорит тебе, ну да, да, спасибо, ну там, и ты начинаешь его раскручивать, ну давайте же мне какую-то информацию, да, ну не для того, чтобы меня похвалить, ну вот я, например, уже сейчас не для того, чтобы похвалить, а для того, чтобы, скажем, да, человек получил пользу от моей консультации, и я увидела, что да, это работают вот такие взаимосвязи. То есть вот меня сейчас вот больше вот этот момент интересует, то есть как такое глубокое копание, такое хочется, чтобы прям выкопать от клиента прям больше информации, как у него это в карте все работает. А вот вторая девушка, у которой луна в рыбах, она просидела вот так, ну то есть она просидела просто вот с лицом, когда ничего не понятно, то есть что, что, как, ну то есть я не понимала, что, что, и она по профориентации пришла. То есть когда консультация закончилась, я у нее даже спросила, ну скажите, вам полезна консультация, может быть вы вопросы мне какие-то зададите. Ну да, задам, то есть она задала какой-то вопрос, и конечно было обидно, понимаете, еще обидно, мне очень нравится, когда люди задают вопросы, мне очень нравится, когда после консультации, особенно вот если это очная консультация, потом, да, 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 потому что молчала, потому что у нее луна в рыбах, ну то есть, ну вот все, она молчит, хотя у моей сестры тоже луна в рыбах, но она в соединении с Марсом, то есть и в соединении с Венерой, то есть она не молчит, то есть да, она коммуникатор, она говорит. А эта девушка, у нее была вот луна вот в рыбах, она, собственно, ничего и не получила обратной связи, и я думаю, что может быть и пользу девушка как таковой не получила, но что интересно, карты одинаковые, сетки домов одинаковые, и у девушки, вот и одной, и второй, у них были, скажем, одинаковые пристрастия именно в профреализации, ну просто вам тоже, да, там, вот сетка домов одинаковая, практически карты две идентичные, я же говорю, даже зовут одинаково, вот, ну просто, я еще просто когда открыла, думаю, что-то я, по-моему, эту карту уже делала, и имя такое, и как раз они с разницей в две недели, по-моему, или в неделю пришли ко мне, вот, поэтому вот так, что-то я вам еще хотела рассказать про, ну то есть, про мои такие консультации интересные, я, знаете, что заметила, у меня мужчины, вот, нравится мне с мужчинами, работать с, потому что мне выпадаются мужчины, которые рассказывают, ну вот последняя очная консультация тоже была с мужчиной, ну, не все он, конечно, рассказывал, там, там есть у него Нептунчик, и он, конечно, там пытался от меня что-то скрыть, но пришлось его раскалывать, знаете, как лампа в лицо, ну-ка говори, да, у тебя так это работает или не работает, вот, поэтому, да, 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 50 на 50, аудиоформат, ну, да, вот, надо, чтобы, конечно, у человека сохранялось это все, вот, я помню, да, с Аней помню, мы общались по WhatsApp, вот, значит, поэтому вот так, так, у нас время уже, там, давайте, наверное, проторота, да, я все равно сейчас уже поставила себе своему, своей, в своей квадратуре поставила жесткий график проводить один раз в неделю эфир, потому что вот я все-все собираюсь, но никак-никак, все-все собираюсь, но никак-никак, я вот вам пообещала, думаю, если я вам пообещала, то уже, то себе обещаешь, ну, ладно, там можно, да, я вообще и сегодня уже собиралась свинтить, но думаю, нет, я обещала, то есть, потому что неделя у меня такая сложная, завтра мастер-класс у меня, вот, и волнуюсь тоже, волнуюсь, потому что это часто, то есть, я буду уже показывать себя экспертом перед другими экспертами, да, то есть, ну, свой какой-то опыт работы, и это еще страшнее даже, девочки, чем консультации перед, клеить, ну, то есть, чем консультировать человека, который ничего в астрологии не понимает, поэтому давайте, наверное, сейчас завершу часть, про Таро расскажу, очень интересно, конечно, честно говорю, да, те Тарологи, которые, которым я ходила, я выходила со слезами, я выходила со слезами, я была три раза, один раз просто за компанию, я не просила, то есть на меня, в общем, про Таро я сделаю отдельную, наверное, давайте отдельный эфир, как вы считаете, поставьте плюсики, если хотите, я, например, следующий эфир сделаем про Таро, я расскажу про свой опыт Таро, и вообще, то есть, как я до этой жизни докатилась, я расскажу про свой опыт, вообще, в принципе, не как Таро, а гадания, вот когда еще по молодости я там ходила, то есть, очень интересная женщина была, такой опыт, и кофе там было, поэтому, в общем, давайте тогда следующий эфир про Таро, потому что я вам хочу рассказать, чтобы мы успели про те тренды, которые сейчас вот у нас на небе, и чего делать на этой неделе, да, вот, поэтому давайте, да, сегодня уже про астрологию, в общем, такое главное напутствие, девочки, для астрологов, не бойтесь, потому что гораздо сложнее выступать перед экспертами, у меня будет завтра такой опыт, вот, поэтому люди не знают астрологию, понимаете, люди не знают, они не знают, что это такое, они не знают эти значки, и, конечно, если вы уже учились в школах, я думаю, вас научили, я учу своих девочек, ну, вот, я знаю, Анечка у меня сейчас на эфире, моя ученица, я учу их уже, ну, я уже повторяюсь немножко, да, с самого первого, ну, там, насколько мы уже узнали, то есть, вот этим хитростям, как вы можете просто сразу вбить в цель, да, то есть, где вы умеете, в карте, в карте нужно самое главное увидеть больное место, то есть, если вы увидели там, где болит у человека, вы дальше можете раскручивать и раскручивать, особенно, если это будет точная консультация там и все остальное прочее, то есть, вы, самое главное, вам нужно найти лекарство против больного места человека, то есть, это основная задача астролога, и воодушевить его, да, показать ему те потенциалы, которые есть, и, собственно, да, вот те негативные моменты, которые есть у человека в карте, то есть, если опять-таки же не вытревожит, имейте в виду, что, например, Тау-квадратуру, да, 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 бить по-больному, ну, а как, то есть, человека ты просто обезоруживаешь, и он думает, откуда она это знает, а вам проще, понимаете, вам проще, вы уже обретаете такую некую уверенность, и дальше пошло как по накатке, дальше уже пошла лайт-информация какая-то. Кстати, про Тау-квадратуру хочу сказать, что не у всех она болит, имейте это в виду, потому что у меня есть знакомая, которая там такой, ей драйвер дает, вот, ну, там такие планеты огненные, да, которые, ну, и Луна там притесалась, ну, она земная, поэтому она выдерживает этот напор, но вот, например, Тау-квадратура Солнца, Юпитер и Луна во главе с Солнцем, ну, вообще прекрасно живет себе, прекрасно живет, прекрасно себя человек чувствует, энергия прет, все время там расколбасы, то есть, она живет, и нормально ей, то есть, ее это не парит, поэтому, когда вы рассматриваете карты и начинаете разбирать каждый негатив, наверное, вот это у вас, и вот это, и вот особенно про проработки эти, да, то есть, нужно выяснить вначале, а болит ли оно у человека, ну, понятно, нужно смотреть ядро личности, какая там, какое оно, устойчивое, неустойчивое, да, нужно выделенные каналы смотреть, нужно, в общем, темперамент человека смотреть, ну, в общем, я думаю, вы все знаете, да, то есть, диспозиторов, ну, вот такое. А теперь давайте, теперь давайте, да, уже немножечко кто-то присоединился, девочки, уже попозже, и как раз вы попали прям на практическую информацию. Смотрите, значит, что у нас, я думаю, вы карты свои уже все знаете, я сейчас вот открою свою подсказку, у меня тут натальная карта неба сегодняшнего, то есть, у нас выстраиваются, скажем таки, да, на этой неделе три тренда, ну, то есть, которые могут, ну, скажем, такие конфигурации, которые могут достроить бисик-стиль, потом тау-квадратуру в вашем, да, две тау-квадратур, ну, то есть, и две тау-квадратуры могут выстроить в вашем гороскопе. То есть, перво-наперво, то есть, если у кого-то есть из вас планеты личные, то есть, или это весы, козероги, раки и овны, то есть, у которых планетки находятся, у которых планетки находятся там где-то, ну, давайте возьмем 15-19 градус, то есть, здесь, смотрите, здесь неделька такая, вот, драйвовенькая, здесь недельчика драйвовенькая, то есть, заряжайтесь энергией, говорите, если, например, вам там что-то кому-то послать нужно, например, да, вы стеснялись, то есть, до этого времени, то есть, ну, или там какую-то работу сделать такую, знаете, вот когда, ну, то есть, вот какое-то импульсивное такое действие, разобрать, может быть, что-то, да, вот, собирали что-то сделать по дому, вот, пожалуйста, в зависимости от того, какие планеты у вас, то есть, замкнут эту конфигурацию, вот, у меня, например, эта конфигурация, вот, то есть, Меркурий во главе, сделал, то есть, он стал вершиной того квадратуры, а в основании у меня Марс и Плутон, ну, то есть, понимаете, да, я ее очень ждала, причем мы с моей коллегой-астрологом это увидели, я думаю, боже мой, я слежу за временем просто, что же там будет, что же там будет, я думаю, как-то надо, какую-то движушку нужно вот это закрутить, и, в принципе, Меркурий, так как это поговорить, да, то есть, он у меня прямые эфиры, пожалуйста, то есть, да, потом я замутила мастер-класс, то есть, что нужно, то есть, астролог, для чего ему нужно знать прогностику, транзит и все, для того, чтобы использовать вот эти всякие движения на небе, да, для себя, для пользы, то есть, не для того, чтобы сидеть и проживать, думаешь, ой, там что-то, как-то, наверное, треснет меня, нет, ты берешь, просто делаешь, я вчера просто разобрала, там, балкон у меня давно не был разобранный, то есть, я прям так хорошо поработала, завальчики поразбирала, то есть, Марс это действие, Плутон это действие, да, расчистка, причем такая физическая, то есть, такая хорошечко и руками еще поработала, ну, то есть, девочки, сейчас еще и голосом работаю, да, вот, с вами разговариваю, поэтому, в общем, смотрите, у кого, у кого какая планетка замыкает это все дело, то есть, если, ну, то есть, и в каком доме это у вас, у меня, например, Меркурий сейчас по девятому дому идет, соответственно, ну, вот, да, я, то есть, решила так выступить по Меркурию, конечно, не по Юпитеру, думаю, ну, ладно, по Меркурию, так как только начинаю там, да, свое экспертное мнение показывать, думаю, ладно, буду уже, знаете, напролом идти, потому что, в принципе, Марс, он не боится препятствий, Плутон не даст какого-то тоже там воли какой-то, думаю, такой, вот, знаете, волевого напора, поэтому вот так, смотрите у себя, то есть, у кого там, кто по Солнцу люди, да, вот в этих кардинальных знаках, где-то это середина знака, это где-то, берите, наверное, числа со второго месяца по 10, наверное, где-то вот так, то есть, тоже кардинальные знаки, то есть, да, вот, тоже имейте в виду, что у вас может какая-то движушка там происходить, вот, дальше аспект у нас есть еще один, но здесь, смотрите, здесь участвует у нас Венера, квадратура, сейчас Нептун идет, здесь тоже может достроиться такой какой-нибудь вариантик, да, если у вас планетки в мутабельном кресте, то есть, это Стрелец или это Дева, вот здесь вот, ну, давайте, считайте, 19, 20, 20, ну, 18, ну, лучше 19, да, там он уже начинает уходить, хотя ретроградит Нептун, ну, пусть 18, 22, давайте так, да, два туда, два сюда градусика, то есть, здесь что может быть, здесь может быть муточки с денежками, можете купить что-нибудь ненужное, да, например, там, ну, вот здесь вот так, можете там влипнуть в какие-то истории любовные, например, там, кто-то, кто-то на жалость надавил, то есть, да, какой-то там старый кавалер, там, или еще что-то такое, поэтому имейте в виду, ну, здесь еще денежки, да, тут с денежками аккуратненько будьте, потому что, если особенно у вас там управитель второго, там, или, например, Венерка еще как-нибудь, та у квадратуры стала, то здесь или в отношениях, может быть, мутняк происходить, либо же в вашем финансовом потоке. А отдохнуть, ну, для творчества, смотрите, для творчества вот этот аспект, он отличный. Это я на эту недельку говорю. Они же там потом, я через недельку они уже, я думаю, разойдутся, потому что, ну, во-первых, у нас Меркурий быстрый, потом, ну, он убежит уже там от Марса, поэтому, я думаю, это будет уже расходящийся аспект, поэтому, кто там собирался отдохнуть, пожалуйста. Вот эта неделька, она просто так интересна, да, там складываются такие интересные у нас конфигурации, которые могут замкнуть в вашей карте и, то есть, сделать вам события, поэтому лучше нам самим. Вот, а вот этот аспект с Венеркой и с Нептунчиком, он хорошо для творчества, поэтому кто хотел креативнее, да, кому там нужно с кем-то попереговариваться, кому там нужно что-то замутить, какую-то историю творческую, ну, то есть, можно поменять имидж, но, конечно, он получится, может быть, таким каким-то, вообще, то есть, неожиданным для вас, вот, романтик, поэтому вот здесь такой момент. И еще один классненький бисекстильчик у нас может появиться у тех, у тех, у кого есть планетки в 21 градусе фиксированного креста, то есть, это или скорпион, 21 градус, или лев, да, вот здесь вот тоже берем 18, 22, то есть, здесь может быть, да, тут может быть бисекстиль, и здесь, конечно, вы можете себя уже, скажем, подать, такие возможности, когда вы можете себя подать как эксперт, когда вы можете подать себя как специалист, когда вы можете, то есть, какую-то свою, ну, какие-то начинания, прям вот, знаете, когда вот не было возможности, а тут на, во-первых, такое вот, вдохновение будет, с одной стороны, да, вот, то есть, немножечко Нептун там скрасит вот этого вот, скажем, нашего гуру, то есть он придаст ему вдохновение, не будет его терзать. Он в секстиле к Юпитеру. Все, уже забываю. Вот, собственно, да, то есть он придает ему силы. То есть две планетки, они такие у нас отвечают за гуру, за вот такие массы, за важность какую-то. Поэтому здесь даются возможности. Если у вас в карте, предположим, вот есть личные планеты, которые могут вот этот бисик стиль построить, то, соответственно, имейте в виду, что это возможность. По тем домам, где они стоят, по тем домам, где они управляют. То есть сейчас я вам не скажу, да, каждому лично. Постройте свои карточки или повспоминайте, повспоминайте, чем управляют эти планетки. И, собственно, там можно ждать каких-то кайфов. То есть вот таким образом. Так. Поэтому вот так, девочки, почти уже закончился. Кто, конечно, уже немножечко опаздывает, можете пересмотреть эфир, потому что мы сегодня говорили про страх консультирования. Я рассказывала про опыт свой, как у меня проходили консультации, провальная консультация, как она меня выбила из колеи. И в конце, то есть я рассказывала, какие конфигурации у нас сейчас транзитные выстраиваются, что они могут вам дать, то есть на этой недельке. То есть, да, кому-то, 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 кому-то в каком градусе там у вас личная планетка, потом пересмотрите. Ну, астрологи, те, которые это практикуют, я думаю, что вы, в принципе, и так без меня это все знаете. Если не знаете, то, ну, в общем, я вам напомнила. Вот. Поэтому спасибо большое, Аня. Поэтому пока еще, пока еще инстаграм ничего не пишет. Вот. И если есть вопросики, давайте, потому что про Таро, если я сейчас начну, это еще полчаса. Вот. Поэтому про Таро, про опыт Таро и вообще ну вот можно, можно будет, мы поговорим на следующем эфире, вот, который будет на следующей неделе. Вот, таким образом. Вот. Уже прямой эфир пишет мне, что он заканчивается. Я благодарю всех, кто пришел. Мое самое главное напутствие не опускайте руки. Находите слабые места в карте клиента. Ну и, собственно, welcome, да. Стреляйте, как из арбалета, прямо в яблочко. Вот. И тогда все будет хорошо. Пока-пока.